Android Insider. Не так давно у нас на канале уже был обзор китайского смартфона с неблагозвучным для русского зрителя названием Oppo. Но китайцы не были бы такими китайцами, если бы не пытались подделать вообще всё, что видят. Так и случилось с китайским брендом Oppo. Очень похоже на то, что ловкие китайские бизнесмены, вдохновившись успехом Oppo на Западе, выпустили на рынок свой смартфон с ещё более забавным для русского покупателя названием. Ну, встречайте, Zoppo Phablet Max. Сразу же расставлю все точки над «и». Ждать от этого китайского чуда техники многого не приходится, так как цена Phablet Max колеблется в районе 200 баксов. И в этом видео мы попытаемся разобраться, может ли китайская промышленность предложить покупателю за эти столь скромные деньги хоть что-нибудь толковое. Поехали! Итак, приступим. Сперва взглянем на упаковку и комплект поставки Zoppo. В коробке из чёрного картона находится, собственно, сам смартфон, зарядное устройство, наушники, кабель microUSB, и, что особенно порадовало, дополнительная задняя крышка-чехол на манер самсунговского чехла Flip Cover. Что касается внешнего вида смартфона, его можно ненароком спутать с Note 2, однако схожесть это достаточно обманчиво. Взяв в руку Zoppo, сразу же понимаешь, что с Galaxy Note у него общего разве что только габариты, да и тени по всем параметрам совпадают. Zoppo немного тяжелее, толще и шире, чем Note 2. Такие габариты это своего рода расплата за огромный экран диагональю 5,7 дюйма. Для сравнения, экран Note 2 имеет диагональ 5,5 дюймов. Теперь пару слов о сборке. Она для девайса за 200 баксов просто отличная. Все детали плотно подогнаны, щелей, люфта и других дефектов нам обнаружить не удалось, как мы не старались. За сборку 5 с плюсом, и я, честно говоря, не ожидал подобного от дешевого китайского смартфона, который мы взяли только для того, чтобы тупо поржать. Что касается материалов корпуса, то тут все достаточно очевидно. Повсюду глянцевый пластик. Задняя крышка съемная, но для того, чтобы ее снять, придется приложить небольшое усилие. Кстати, опять-таки, оглядываясь на Note 2, могу заявить, что задняя крышка Zoppo выглядит как-то надежнее, что ли. Она толще и жестче. Под крышкой находится батарея на 2500 мАч, что на 600 мАч меньше, чем у Note 2. С такой батареей Zoppo способен проработать весь рабочий день в среднем по нагрузке режиме. А за час воспроизведения видео в Full HD на максимальной яркости, смартфон израсходовал аж целых 20% от полного заряда аккумулятора, что совсем уж как-то и не здорово. Помимо батареи, под крышкой можно найти два слота под сим-карты и слот microSD. Выше находится модуль 8-мегапиксельной камеры, он, кстати, значительно выпирает из корпуса и точно будет подвержен различным физическим повреждениям. К слову, сенсор камеры имеет разрешение 8 мегапикселей, но благодаря интерполяции способен выдавать снимки с разрешением 12,6 мегапикселя. Особым качеством фотографии, сделанные Zoppo, не отличаются. Картинка мыльная и не очень резкая, а местами наблюдаются незначительные пересветы. В общем-то, добиться от камеры Zoppo приемлемого качества фотоснимков можно, но для этого потребуется ровное и не слишком яркое дневное освещение. Правый торец Zoppo занят кнопками регулировки громкости и кнопкой включения блокировки. На левом торце совсем пусто. Снизу микрофон и разъем microUSB. Сверху ничего кроме миниджека нет. Практически всю переднюю часть смартфона занимает экран с диагональю 5,7 дюйма. Он имеет разрешение 720p и плотность пикселей 257 штук на дюйм. Если не вглядываться, то отдельные пиксели, в общем-то, как-то и не видны. Производитель заявляет, что экран выполнен по технологии IPS, но на практике углы обзора и просто жуткая цветопередача заставляют усомниться в том, что матрица изготовлена по этой технологии. Цвета экрана белесые и совершенно невыразительные. А под углом ситуация усугубляется, изображение начинает выцветать, а некоторые цвета и вовсе искажаются. В общем, экрану Fablet Max просто мрак. Следующий недочет, который просто-таки бросается в глаза, это странное расположение управляющих кнопок. Они перенесены в интерфейс операционной системы, а кнопка Home дублируется механической кнопкой под экраном. Такое решение нелогично и, по крайней мере, нам не совсем понятно. Почему производитель не использовал пустующее место по бокам от механической кнопки Home, остается загадкой. Ну да ладно, чтобы закончить с внешним видом, отметим, что экран закрыт защитным стеклом, что очень неплохо для бюджетника. Над экраном расположилась фронтальная камера и набор датчиков. Теперь перейдем к самому интересному, а именно посмотрим, как же Zopa ведет себя в реальной жизни. Работает он на основе четырехъядерного процессора MTK и все четыре ядра у него работают на частоте 1,2 ГГц. За обработку графики отвечает достаточно неплохой и, можно сказать, современный видеоскоритель SGX544. Смартфон снабжен одним гигом оперативки и 16 гигабайтами встроенной памяти. На бумаге характеристики выглядят очень даже неплохо. А вот что на деле, спросите вы? Что ж, давайте смотреть, как 200-баксовый бюджетный китайский смартфон себя поведет в реальной работе. Сразу же отмечу, что Zopa работает под управлением Android 4.1.2, и производитель не стал значительно модифицировать стандартный интерфейс системы, и, кстати, за это ему большое отдельное спасибо. Отличие от чистого Android можно найти только в меню настроек. Меню это прозрачное и смотрится даже как-то непривычно. Также небольшие изменения произошли и в шторке уведомлений. Точнее, производитель немного изменил значки тоглов. Интерфейс очень шустро работает, столы перелистываются без лагов и фризов. Да и, в общем, смартфон работает очень отзывчиво и плавно, что само по себе удивительно для китайского нанейма. Теперь перейдем к тестам и начнем по традиции с Antutu. Fablet Max выдал вполне приличный результат в почти 12 тысяч очков. Для сравнения, Samsung Galaxy Nexus набирает в районе 6500 баллов, а стоит-то, кстати, гораздо дороже. Тест Geekbench 2 зопа проходит с достойным результатом, чуть больше 1400 баллов. Для справки, например, тот же самый iPhone 5 в этом тесте набирает 1700 баллов. Теперь предлагаю посмотреть, как смартфон ведет себя в играх. Dead Trigger идет на максимальных настройках просто на ура. Нет и намека на тормоза или какие-либо глюки, но тут скорее сказывается оптимизированность игры даже под микроволновки, чем вычислительные мощности девайса. После Dead Trigger мы решили запустить Real Racing 3. Игра идет с максимальными настройками, однако же не так бодро, как Dead Trigger. Наблюдается все-таки небольшая нехватка FPS. Но, несмотря на это, должен заметить, что играть на таком большом экране одно удовольствие, ну, если, конечно, отбросить отсутствие цветопередачи как таковой. В итоге за 200 баксов покупатель получает вполне себе годный смартфон. Да, конечно, у него есть ряд недостатков, таких как, например, странное сочетание навигационных кнопок и блекловатый экран, но все эти минусы способны одним махом перечеркнуть цена в 200 долларов. За эти небольшие деньги вы получите большой и достаточно шустрый смартфон, и при этом он вполне себе качественно собран и имеет богатую комплектацию. А что думаете вы? Стоит ли Fablet Max своих денег? Свои ответы, как всегда, вы можете оставлять в комментариях под этим видео, и не забывайте заходить в наши классные социалочки и подписываться на новые видео. Пока-пока!